я всех приветствую сегодня чем больше я узнавал город оффенбах тем меньше у меня оставалось желание вообще делать по нему какой-либо обзор но раз в предыдущем ролике я анонсировал что такое видео будет то выполняю то что обещал продвинемся немного вперед я поделюсь какими-то своими мыслями и впечатлениями и вы поймете почему у меня возникало такое желание проблема номер один это то чем я сразу же столкнулся парковки практически припарковаться здесь негде я приехал наматывал долго круги и пришлось машину оставить практически у реки там нашел какое-то место где можно засунуться как-то ну и там паркинг вроде бесплатной в самом же центре стоять можно только два часа и даже не знаю вот эти все кто стоят не обращайте внимание на немецкие номера далеко не немцы на них ездят это я тоже потом коснусь этой темы стоят на свой страх и риск страх за нарушение 30 не чик вот такая картина каждый день ну приехала сюда больше по делам конечно они развлекаться поэтому я должен как-то с этим мириться и как-то с этим жить дальше двигаемся дальше а ну и второе сразу же могу отметить что по архитектуре как вы видите глаза особо зацепиться тут негде все очень однообразно такой весь город но я допускаю мысль что раньше здесь вряд ли жила какая-то знать все-таки это окраина большого города франкфурта и соответственно нет каких-то изысков архитектурных и вот все вот такое это еще одна типичная картина афенбаха пешеходная улица они тут присутствуют на таких улицах как уже видно магазинчики небольшие бары и рестораны конца им там не будет вот когда современная архитектура примыкает какой-то более старой для меня это вообще никак то есть сразу же такой контраст бросается в глаза и не лучшем виде еще один момент по моим меркам город довольно грязный миграционная политика германии привела потому что я здесь наблюдаю повсеместно ну какой контингент здесь проживает такие улицы такое ощущение что здесь гадят быстрее чем убирают я думаю не сильно стараются тут убирать как-то власти потому что бесполезно бумаги какие-то окурки какие-то бутылки это на каждом углу можно увидеть вообще проблему миграции здесь германии я бы разделил на три части на три основные категории пришлось прерывать видео внезапно материализовалась какая-то мадам необъятных размеров нависла надо мной как тучи и начала засыпать меня предложениями я спешно конечно ретировался пожелав удачи и успехов в ее нелегком ну вот по мигрантам как я уже сказал разделяю их на три категории это первая волна которые приехали давным-давно это турки итальянцы занимаются они здесь в европе всем известно в основном общепитом и многие из них уже давным-давно стали гражданами германии но они спокойные люди приветливые то есть проблем с ними никаких нет и не будет вот как правило все эти вот кебабные пиццерии это все их ну соответственно свои в основном их и посещают да я иногда кебабчика могу съесть вторая волна это те кто приезжает кратковременно там на какие-то сроки заработать денег который я в принципе отношусь и я вот это поляки словаки прибалтика ну здесь вообще никаких проблем не вижу максимум что могут там поляки набухаться поорать где-то на улицах а так тоже никаких проблем с ними нет а вот третья категория то последние волны вот с этими есть проблема даже не столько сейчас сколько она возникнет в будущем просто даже видно глядя на их лица это товарищи с ближнего востока и глядя на их лица сразу заметно что еще недавно они бегали по пустыням серии ливия с автоматами но и сейчас они как бы бегут от войны несчастные это по возрасту от двадцати пяти где-то до тридцати лет вот в этом но изначально когда еще по телевизору новостях смотрел на этих мигрантов мне показалось странным да я не видел там не женщин не детей а как правило здоровых мужиков вот видно по загаром что мне давно сбрели бороды скидки вы отметили вот с этими проблемы будут и будут очень серьезные проблемы пока в германии все хорошо финансово естественно здесь ничего не делают и делать не собираются не работать нигде живут на дотациях они считают что не все должны европейскую толерантности какое-то добро они воспринимают как слабость у них подход очень простой к этому то есть вы устроили войнушки в наших государствах а теперь извольте нас содержать кормить холите и лелеять то есть позицию доброты они не понимают они от рождения это у них дать зубы ближнему кто слабее но я утрирую конечно но примерно так вот с этими будут будут еще очень большие проблемы как бы вообще немцы из-за них не поселили свою страну что ведут они себя нагло агрессивно ну просто потому что не знают другого они считают для них это вообще норма поведения но еще есть те кто которых я вообще не отношу ни к каким категориям это нелегалы правило сидят по норам где-то работают если 100 куда-то прячется это выходцы из украины сталкивался с этим я понимаю да у них нужда у них там тоже очень большие проблемы стране единственное что они не понимают что без виз это по сути тот же виз просто тебе не надо платить по визу и это ни в коем случае не дает им права работать не считают наоборот но при этом где-то понимают что не это делать нелегально если такого работника который официально не оформлен здесь вала то ему закроют въезд в европу лет на пять ну рискуют ребята я их понимаю жить на что-то надо украине далеко не растопыришься там с работой тем более заработками но части там есть их вина в чем-то от добра добра не ищет как говорится надо ценить то что ты уже имеешь иначе как может получиться как говорил один мой знакомый не то плохо что плохо то плохо что еще хуже ну примерно так ну ладно по мигрантам закончим вот встречаются да иногда здесь вот такие вот небольшие скульптурки интересные не знаю что это олицетворяет такой приятный момент можно немножко постоять хоть рассмотреть деталях что-то даже тут написано переводить тут не буду ладно идем дальше вот хотелось бы еще такой моментик осветить наличие метро эсбан как говорил уже афенбах это пригород франкфурта многие здесь паркуют свои велосипеды во франкфурт уже едут на метро тут много таких городишек а вы по кругу мы все они соединены линиями метро ну то есть с точки зрения передвижения для обывателей но как бы в офенбахе все нормальные автобусы и там есть большая железнодорожная станция все куда-то подальше уехать ну и на короткие дистанции франкфурт это метро правда это но не совсем метро но он все-таки если под землей это метро там где-то то линия выходит ветка на поверхность кратковременно как мне говорили но назовем это уже привычный нам манере метро решил закончить свой сегодняшний обзор на берегу реки майн там где делал анонс своего прибытия в германию я конечно несколько сгустил краски не все так плохо в офенбахе есть места и похуже значительные принципе нормальный город но что он магазинов с хорошей инфраструктурой но как бы отдельные моменты меня немножко так подкосили впечатлениям но это то что мне понравилось сразу швартован вот такой вот здоровенный речной корабль длина его я там видел написано 129 метров не знаю вряд ли он курсирует по реке майн потому что наверное так прикинуть то он на всю ширину реки как его сюда вообще приплыли непонятно где он там разворачиваться будет если что но на корме этого судна я видел что она швейцарская не смотрел я по карте по географии не знаю как протекает река майн а 135 метров дали вот наверное как то все таки майн со швейцарией связан ну похоже сейчас там конечно никого нет все убрано но вот внизу видно что там бар или ресторан просто вся утварь убрана столики стоят но видно все это все таки связано с карантином который в германии еще присутствует все таки такое скопление людей в одном месте наверное недопустимо здесь судя по всему гостиничные номера все где-то плавучий отель со своим рестораном но не видно чтоб там была какая-то жизнь ну вот пожалуй на этом сегодня и все по обзору я уже наметил для себя несколько поездок наперед там будет поинтересней поедем и на природу посмотреть красивую архитектуру сегодня всем пока ну и всем добра до новых видео